С нами в эфире игрок спортивной школы Ротор Максим Хильков. Максим, как оцениваете сегодняшнюю игру? Ну, получилось победить. Очень хорошо играли, на мой взгляд. Соперник вначале, не знаю, что случилось. Но потом оказали должность сопротивления. Было очень интересно играть. Спасибо большое. Что из первоначальной установки на игру получилось, а что не получилось? Да, у нас и на каждую игру нет какой-то персональной установки. У нас всегда установка победа, хорошая игра, играть в свой футбол, не расслабляться. Спасибо. С нами в эфире игрок Академии футбольного клуба Сочи Арсений Рихельгов. Арсений, какие эмоции от игры? Эмоции не очень положительные, проиграли сегодня. Хотели выиграть, конечно, безусловно, но не получилось. За счет чего, как думаете, во втором тайме не получилось дожать соперника? Моменты были? Да, были моменты. Мы очень в перерыве настроились, но у нас не получилось чуть-чуть дожать. Пацанов тоже силы кончились. Подвело иногда нападение, подвело пару раз, не попали в поворот, но бывает. Спасибо. Главный тренер спортивной школы «Ротор» Никита Михайлов. Никита, как оцените игру? Ну, игру, конечно, положительную. Добились победы. Победы тяжелой, потому что команда соперника, во-первых, хочу поблагодарить их, то, что команда играет в футбол, видно, учит футболу. Вот. Ну, сегодня, опять же, вторую игру подряд у нас стандарты заходят. Вот. И как бы... Была ли такая установка? Я просто вот заметил, у вас игроки через «Вратаря» всего пару раз игру, там, раза три или четыре разыграли. Была ли установка такая, там, только вперед? Нет. Почему? Мы стараемся выходить, как бы, через короткую передачу, чтобы они учились через «Вратаря». Ну, мы только показываем, как можно, а уже на поле они сами выбирают. В принципе, забили, да, и игра диктовала, что команда соперника поджала, они стали, ну, как бы, поагрессивнее, поэтому ребята упростили. Нет, они там сами, как бы, сами чувствуют, ну, чего и хочется. То есть мы учим различные, то есть даем им варианты, как в футбол играть, а они уже там принимают решения самостоятельно. Чем быстрее они там научатся, тем, как бы, нам спокойнее будет там, на лавочке. Спасибо. С нами в эфире главный тренер футбольной академии Сочи Георгий Микадзе. Скажите, как оцениваете сегодняшнюю игру, за счет чего все-таки не получилось во втором тайме дожить соперника? Ну, в первую очередь не хватило движения впереди, именно в открывании, в обострении были только какие-то эпизодические моменты, где у нас брали игру на себя за счет индивидуальных действий, были пару подходят. А так, в основном, такие игры, такие команды, нужно, конечно, вносить какой-то креатив, перейти в нестандартные действия, чего у нас не хватило. Плюс, я говорю, это движение. Стоит тяжело играть, стоит тяжело обыгрывать. Как оцениваете игру соперника? Соперник, хорошая команда, есть немало таких хороших, индивидуальных, интересных игроков. Поэтому мы дали им преимущество в три мяча, можно сказать. Естественно, они зашли в комфортные условия. Разрушать всегда легче, чем созидать. Спасибо. 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 Спасибо.